Друзья, всем привет! С вами Георгий, и сегодня я хочу поговорить с вами об интереснейших растениях. Растения из семейства пассифлоровые. Но вы можете подумать, что пассифлоровые, да, это такие лианы, всем известная пассифлора, которая растет на югах, в квартирах. Это такая лянка, которую мы наматываем на шпальеру, красивые цветочки, интересные такие круглые плодики. Но я вас удивлю, сегодня мы поговорим про адении. Адении это род растений семейства пассифлоровых, но они произрастают в засушливых местах, да, типа полупустынь, в Африке, на Мадагаскаре многие виды, и они образуют очень интересный такой характерный каудекс. Вот, я покажу вам несколько видов, да. Первый вид, это адения спиноза, она наиболее распространенная. У нее такие мелкие зеленые листочки и отрастающие такие вертикальные побеги с характерными шипами. Ну, спиноз, это по латыни, соответственно, и есть шип. У нее такой зеленый каудекс, который сохраняет способность фотосинтезировать в течение всей жизни. То есть, растение фотосинтезирует не только листьями, но и в неблагоприятных условиях неплохо справляется эта задача с помощью ветвей ствола, то есть каудексы. Вот такая интересная форма. Сейчас покажу тоже адению спинозу, но растение помоложе. Оно выращено из семян, ему лет лет 8, а вот этому семянцу года 3 всего на все. То есть, вот из семян вполне себе в Москве вырастают красивые растения. Ну, вот это еще не особо проснулось, у нее мало листьев, а вот это растение вполне симпатично. Эти ветви, конечно, они, когда мешают врастать длинные, можно отрезать, растение это легко переносит. Никакого вреда вы ему этим не причините. Размножить адению можно тоже черенками, то есть веточку укореняете и получаете новое растение. Так, это потом покажу. Близкородственный, достаточный вид адении спиноза, адении глаука или сизая. Она тоже достаточно распространена, но ее характерный особенность рассеченный листик. Ну, такой на 5 лопастей. Растение симпатичное, у меня она цветет. Вот было, что тоже она подмерзала. Но сейчас восстанавливается, такой имеет тоже характерный зеленый бутылковидный мощный ствол. Очень рекомендую простой растение, тоже размножается черенками, растет без проблем. Вот более редкий вид адении с подземным каудексом. В природе каудекс у нее закопан и на поверхности торчит только небольшой кусочек стебля, от которого каждый год такие бледи отрастают. Это мадагаскарский вид, называется адении кирки. Вот сейчас она цветет. Что интересно, у адении бутоны и цветы появляются на усиках. То есть у многих видов есть такие усики, которыми они цепляются за опоры, да, и ветвь, собственно, пассифлора, пассифлора поднимается, цепляется за опоры, там, за кусты, за траву, куда-то забирается. Вот. На усиках появляются бутончики и цветы. То есть тоже в коллекции такие растения, забавно, очень интересно за ними наблюдать. И третий вид, который я сегодня хочу показать, выращенный из семян, это очень редкий вид, называется он адении репанда. Это африканский вид, семена получалось в Южной Африке, посеял вот растению где-то лет 5-6. Такой мощный тоже у нее каудекс. Ланцетные листья, вертикальные побеги. Она у меня цвела, было два экземпляра в коллекции вырослых семян. И завязывала, в принципе, семена, которые всходили у меня. Вот. То есть тоже такое интересное растение. Надеюсь, вам было интересно. Мы поговорили про адении. Если у вас есть какие-то вопросы по этим растениям, буду рад ответить. Пишите комментарии. Всего доброго. Увидимся. Подписывайтесь на канал. Счастливо. Счастливо.